Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Шеремет рулит. Да, Шеремет рулит, а еще здравствуйте, спорит и ругается, говорит и показывает. Смотрите, какая тема. Совсем скоро у нас 1 сентября, но, правда, в этом году его не будет, будет второе всего лишь сентября. Но, тем не менее, вот такая тема. Как вам исключить из школьного среднего образования обязательность на изучение английского языка? С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы России, что для меня более важное, руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Цитирую Хамзаева. «Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России. Пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования». Конец цитаты. Ну, вообще, Султан Хамзаев регулярно выступает с мощными инициативами, от которых вот просто корешат системных либералов. Ну, вот, например, какие у него были инициативы. Запрет на посещение баров лицами моложе 21 года. Ну, вообще, взрыв мозга. Как можно так жить? Или увеличить, например, продолжительность отпуска некурящим работникам по сравнению с курящими. Ну, или, например, запрет на... Вообще, тотальный запрет на продажу алкоголя в России 1 и 2 января каждого года. Ну, или запрет на коммерческие вывески на иностранных языках. Мне вообще... Вот я перечислил, ну, у него больше инициатив у Султана Хамзаева. Ну, вот они мне все нравятся. Но очень мне понравилась его инициатива с исключением обязательности изучения английского языка. Я не знаю, сейчас спросим у Султана. Я бы вообще исключил все иностранные языки из обязательного изучения в России. Так, насколько я понимаю, Бисултан Биевич, вы у нас на связи? Здравствуйте. Да, добрый день. Да, здравствуйте. Рад вас слышать. Вот, понимаете, ну, опять же-таки, вашу очередную инициативу восприняли. И примерно вот как бы, я не знаю, сегодня будем как бы активно обсуждать и с вами, и без вас вашу инициативу. Ну, вы человек занят, и поэтому долго мы вас морозить в эфире не будем. Но, тем не менее, ну, вот говорят тут же, а давайте биологию, давайте физику, давайте химию, давайте литературу исключим. Чего мелочиться-то? Чего только один английский язык? И вот вопрос. А вот только один английский язык? Или вот сделать обязательным китайский или немецкий? Ну, кому в штыки, кому в дружбу. Есть огромное количество людей, кто прекрасно поняли, что о чем я имел в виду. И, соответственно, адекватно и поддерживают, и наоборот, и дальше, и без меня эту тему продвигают. Что имеется в виду? Вот если у юристов такое понятие называется для чистоты взаимоотношений. Да? Значит, у нас почему-то так сложилось в силу ряда, скажем так, определенных промахов. Английский язык стал обязательным во всех школах для всех учащихся. Моя позиция следующая. Обязательным в России должен быть, конечно, русский язык. В национальных республиках могут быть национальные языки. Да? Чтобы детишки не забывали родную речь в том числе, родной язык. Что касается иностранных языков, каковым английский и является, они все должны быть на равных условиях. То есть должна быть здравая конкуренция. Ученик должен сам выбирать, что он хочет. Вообще, хочет он учить иностранный язык или нет, а если хочет, то какое? Почему только английский? Кто-то может хочет китайский, кто-то арабский, кто-то испанский, французский или еще какое-нибудь другое. Здесь дело не в этом. Дело в том, что когда мы вводим английский язык в обязательный, значит, там, где детишки и родители не хотят этой глупости, может, для них в их конкретном промежутке развития жизни, в целом отношения и во многих других вещах, то, что касается неприоритета, мы их вынуждаем делать это в обязательном характере. А если не хотят, будем ставить двойки. Это полная глупость, я считаю. И в этой части, с точки зрения вот этого, знаете, ну, англо-развития не только в России, но в целом мире экспансия языка, да, то есть культурная, в том числе, экспансия английского языка, мы, я считаю, что сделали такого рода своего прогиб, свое время, там, в 90-х, потом 2000-х, введя английский в обязательный формат. Поэтому к биологии, химии, истории и другим языкам не имеют ровным счетом никакого отношения, путать нельзя, надо разбираться, что такое система образования, среднее образование. И в этой части надо понимать, что, я еще раз повторяю, говорю, обязательно в России должен быть русский язык. А далее уже, если есть такая необходимость, я сам, например, родился в Дагестане, кумык по национальности, прекрасно знаю и владею своим родным языком, потому что мне его учили дома и немножко в школе. Если есть такая потребность, соответственно, еще и родные языки в национальных республиках, но без перегибов, да, то есть. Поэтому в этой части надо к этому максимально внимательно и подходить с точки зрения самоуважения. К нам, к себе, к своей культуре. Это первое. Второе. Вот я вам пример приведу. Значит, если вы будете лететь на внутренних рейсах, например, во Францию, в Испанию, в Италии и в любом другом европейском государстве, на внутренних рейсах между городами вы никогда не услышите в самолете, дублирующем английский язык. То есть там этого нету. Только их национальный язык. И все. Но у нас почему-то в перелетах между, грубо говоря, Йошкар-Алой и Москвой, почему-то все время пилоты должны дублировать все на ломаном английском, который ни для кого не понятен. Но он все равно делает это как какой-то обряд и должен читать все дублированное на английском языке. Поэтому протоколы вот эти с точки зрения того, что мы, как мы понимали в свое время, значит, развитие, языковое развитие, в том числе и многих других действий, конечно, местами работают против нас. Что касается теперь, если взять битвы, а это именно в таком формате я бы поставил вопрос взаимоотношений между государствами. Вот я вам пример приведу Германию. Германия на вторую неделю начала СВО, специальной военной операции, у себя поменяла полностью протоколы по получению, значит, гражданства для молодежи с нашего государства, из России. Они сказали и поменяли у себя правила, если вы человек с высшим образованием, при этом имеете научную степень, вы получите гражданство Германии в приоритетном порядке. То есть это по-своему, если уже говорить и называть вещи своими именами, это уже борьба за кадры и битва за умы, да, то есть чтобы повозить тех, кто получил хорошее образование и, соответственно, их интегрировать в свою уже трудовую практику. То есть у нас, с одной стороны, получается, огромные вложения с точки зрения бюджетных мест развития, в них мат, многие другие направления. Мы учим, обучаем за счет государства наших детишек. Они создают для них такие определенные, как для ослика, знаете, спереди морковку, завлекают и себе перетягивают. И в этой части мы должны, конечно, подходить максимально профессионально. Это первое. Ну и, соответственно, с точки зрения возможностей развития для молодежи, наши, безусловно, рабочие места с хорошей зарплатой и многие другие правальные... Султан, простите, давайте вернемся к английскому. Это, Султан, со мной в студии еще находится известный русский поэт и педагог Андрей Санников. Вот он хочет к вам вопрос задать. Султан, вот простите меня, посмотрите, я, предположим, скверно отношусь к римскому папе. Например, он свои энциклики «Послание городу и миру» выпускает на латыни. И вот я становлюсь депутатом и выдвигаю инициативу отменить латынь, потому что латынь – это основной язык Ватикана, который мне неприятен. Мне отвечает Андрей Юрьевич, речь идет вообще не о Ватикане, речь идет о системе знаний. Если меня не интересует, предположим, английский как язык великой литературы, да, то во всяком случае я не смогу обойтись без английского в современной науке. Ну, потому что на арабском современная наука не представлена в таком спектре, на хинди, на бенгале она не представлена в таком. Мой вопрос очень прост. Вы, на мой взгляд, раздражены плохим знанием английского нашими пилотами. Вот ваш второй пассаж о том, что наши пилоты плохо говорят по-английски, вас это раздражает, должен иметь совершенно другие выводы. Должны иметь выводы о том, что эти пилоты должны знать английский язык лучше. Нет, я вам объясню. А мой пассаж заключается в том, что на внутренних перелетах, где летают граждане России, пилоты говорить, дублировать, значит, внутри государства на английском языке, потому что чуть-чуть глупо сколная. Вот о чем речь была. Что касается папы римского, вы не совсем правы, потому что латинский язык у нас обязательно в системе образования среднего характера не является, как я сказал, обязательным. Поэтому сам посыл и смысл, он сюда не кинул. Он не коллерируется с той позиции, которую я изначально сказал. Я говорю о том, что могут ли детишки учить, если есть необходимость, английский язык, да пожалуйста. Но это не должно быть в обязательно принудительном характере. А сейчас вы полагаете, в обязательно принудительном характере? А сегодня английский принудительно заставляют в каждой школе. Вы не имеете права, вы не получите лицензию, значит, на открытие новой школы, если у вас не будет два или три учителя английского языка. Обязательно, в этом есть понятие слова принудительно, обязательно. Два-три урока в неделю, некоторые со второго, некоторые с первого класса. Но я вот начинал с пятого класса. Вот просто я к вопросу о том, что у нас пилоты говорят на ломаном английском языке. Ну, может быть, не все. Но я вот в школе учил. У нас пилоты на английском говорят буквально точно так же, как врачи пишут. Никто не понимает, о чем речь. Ну, я в школе учил, я в университете учил английский. Я не самый плохой был школьник, не самый плохой был студент. Ну, я не был отличником. Ну, не самым плохим. Вот, ну, ни петь, ни рисовать с этим английским. Я потратил огромное количество усилий. Вот все слова там, пен, пенсил, кэт, док, мазер, фазер. Я это выучил буквально в первый месяц, вот когда нас учили. Все, я не продвинулся никак. Вам в студию. Смотрите, вопрос задаю вам в студию. Значит, если вот, чего вы так рубите за этот английский язык? Приведите мне пример, где вот английский язык, это или Америка, значит, или Англия, да? Где в Англии или в Америке русский язык является обязательным в школу. Султан, кроме Америки и Англии существует Индия, где это государственный язык? Нет, мы не правы. Это не обязательно, индусы мы не знают. Индия даже название государства официально поменяла, потому что Индия это колониальное название для них. Вы не в курсе, что ли? Да. Они буквально в прошлом году поменяли название своего государства на индийском языке. Как раз таки это не только я говорю, это в мире сегодня идет борьба с английским языком и с экспансией английского языка. Индусы как раз таки, у них хватило и сил, и терпения. Они, Бхарат называется государство их, они официально во всех документах поменяли название. И с этого дня для индусов, это не Индия, как мы его называем, и как некоторые назвали его, а турков они назвали как индейка. Вы в курсе вообще, нет? Нет. Ну да, но Турция индейка для англичан. Нет, речь идет о том, что индейка, а это пюркий. Я в целом говорю, нет, я в целом говорю, поэтому в этой части надо понимать, борьба с английским языком обязательно должна быть, но вы не ответили на мой вопрос. Давайте спрашивайте. Вы английский знаете? Нигде. Скажите, вы сами английский знаете? Секунду. Да, я неплохо говорю на английском языке. А можно мы тоже его будем изучать? Как он не против же, депутат, говорит, изучайте, только не обязательно это делать в школе. Как удобно. Давайте со школы мы снимем все, кроме, я не знаю, мытья рук и кормления пюро. А что? Вот Норвегия, хорошо живут. Это, видимо, ваша идеальная модель, но я против этого. Я считаю, что наши детишки должны быть умные, конкурентоспособны. Астрономия нужна нам в школе? Или вот я, предположим, верующий человек, я полагаю, что астрономия разрушает библейское представление о мире? Смотрите, в мое время астрономию в школе изучали. В мое тоже. Что в Дагестане, что в Москве. Я и в Дагестане, и в Москве частично учился. Я считаю, что астрономия – это красивейший предмет. Если в школу ничего плохого в этом не вижу. Это, в целом, изучение галактики и всех этих возможностей. Я считаю, что это… Тем более, давайте не забывать, что мы страна, мы потомки людей, покоривших космос. И для нас, в целом, астрономия – это органично, нормально. Согласен с вами. И для нас, в молодежном сленге – это наша тема. Поэтому в этой части я бы не против астрономии. А я говорю против того, что не надо насиловать детишек и обязательно заставлять их учить английский язык. Вот о чем я и говорю. Я полностью согласен с вами. Я более того думаю, что вот эта обязательность изучения английского языка – мы программируем наших детей с крохотного возраста на получение хорошего образования и подталкивают наши власти с этой обязательностью английского к эмиграции. Учи русский язык, и ты сумеешь получить бесплатное. Там невозможно бесплатное образование получить, хорошее в той же Америке. Но ты получишь возможность бежать из проклятой рашки. А давайте еще ноги отпилим детям. А? Давайте детям ноги отпилим, чтобы они, как вы говорите, из рашки не бежать. Нет, нет, Иннокентий. Зачем передергивать? Научная литература, основная научная литература, вот базовая, она существует на английском языке. Скажите, как зовут? Меня Андрей зовут. Андрей, да категорически вас нельзя допускать в системе образования, я считаю, сегодня. У вас какое-то не просто радикальное… А он педагог, между прочим. Да, да. Ну, я бы, честно говоря, детей своих к вам не пустил бы. У вас какие-то экстремистские взгляды, я считаю. В этой части надо понимать, что у нас наша советская школа в целом, да, и система образования лучшая в мире. Мы сделали не просто интеллектуальный прогресс, и я бы сказал, взрыв образовательный в позитивную сторону, когда советская школа одновременно по всей территории Советского Союза обучала миллионы людей. И здесь вопрос ведь в том, что сегодня современная наша система образования немножко ребенка калечит, а не учит, да. Поэтому вот эта унизительная практика ЕГЭ, против которой я в том числе выступаю, я считаю, что система тестирования для ребенка, она не показатель его интеллектуального и других определенных способностей. Вот в нынешнем виде нет, соглашусь с вами, но в принципе меритократия мне представляется нормальным явлением. Можно я договорю? Да, конечно. Можно я договорю? Мы полностью выключили из процесса уникальность педагога, да, того, кто знает потенциал ребенка. Сегодня ЕГЭ – это унизительная практика, когда ребенка ведут, как будто бы, я не знаю, на какой-то концентрационный лагерь, где и собаки, и металлоискатели, унижение, все эти страхи. И многие люди, и детишки наши просто, вы меня извините, не дотягивают до ЕГЭ, уходят, значит, из школы или еще что-то происходит. Поэтому в этой части, конечно, принципиально важно, чтобы мы в вопросе развития образования, и в том числе интеллектуального, в первую очередь, может быть, даже развития ребенка, ставили правильные цели такие, которые на долгосрочную перспективу дают нам возможность развития ребенка, а не так, чтобы мы его где-то обучили, а потом весь потенциал нашего будущего гражданина использовали и третье государство. Вот смотрите, султан, я понял, вот этот ваш, как бы, порыв, да, он, на мой взгляд, представляется мне патриотическим, правильным, но давайте мы подумаем, может быть, надо добиться того, чтобы у ребенка, знающего пусть английский язык, имеющего обе ноги, не было причин уезжать из России, а вы предлагаете лишить его возможности уезжать из России, это две разные вещи. Ломоносов учился в Германии, Менделеев учился в Германии, Софья Ковалевская и так далее, они же вернулись к нам. Я понимаю, что вам, как журналистам, хочется немножко зашкварной истории создать вокруг обсуждения. Не надо людей, ну, перед гражданами, то, что вы предлагаете, да, то есть устраивать какую-то тошниловку. Во-первых, оставьте людей в покое, кто хочет, пусть куда хочет, ездит, передвигает по миру, развивается, видит лучшие технологии, привозит в наше государство, развивает это все здесь. Английский язык можно учить, я не говорю, что его нельзя категорически учить, но вы просто немножко занимаетесь подменой понятий, я сказал обязательно в характере. Значит, я все, что хотел сказать, сказал, я думаю, радиослушатели нас услышали, они нас в этом плане и разделят по позиции или поддержат, а может быть и нет. У нас на Урале, в том числе, в этой части есть над чем работать, как и по всей стране. Поэтому я всем желаю вам крепкого здоровья и, значит, остаюсь при той позиции, которая сказала изначально. Значит, ни один иностранный язык обязательным на территории Российской Федерации не должен быть. Все, должен быть только государственный язык и национальные языки в национальных республиках. Все, коротко, точно, точка и ясно и понятное. Удачи, крепкого здоровья. Да, Султан, спасибо большое. У нас в эфире был Султан Хамзаев, депутат Государственной Думы России, руководитель общественного движения «Трезвая Россия». Вот он с такой инициативой выступил, а сейчас мы поспорим, поругаемся. Ой, с удовольствием. Пообсуждаем с поэтом и педагогом Андреем Санниковым в студии во всю эту инициативу. У меня вообще это как бы тема продуманная. Я предлагаю нашим радиослушателям тоже подключиться к обсуждению этой темы. Телефон 385-09-23. Звоните, подключайтесь, если что, код Якинбурга 343. Вот у нас есть звонок в студию. Давайте поговорим. Здрасте, представьтесь, вы в эфире. Здравствуйте. Иннокентий, простите, пожалуйста, это опять я, Светлана Федоровна. Но я хочу главное сказать. Вы знаете, вот пусть не обижается депутат Хамзаев, да? Он как бы фамилия его Хамзаев. И помните, вот фильм был замечательный «12 стульев», там Эллочка «Хо-хо» говорила. Вот прям Хамзаев, извините меня, охренел. Я... Ну что ж вы так, Светлана Федоровна. Это «Россия», извините, мы их выбирали, и у нас много очень претензий к нашим депутатам. Простите, пожалуйста, выслушайте, и пусть он послушает. Итак, я дочь нормального, замечательного шахтера Федора Яковлевича Плешкова. Светлана Федоровна родилась в Нижнем Тагиле. Училась в великолепнейшей школе номер 23. И там, знаете, вот с самого изначально были все классы наши специализированы. Кто-то на немецком, кто-то на английском. А я бы... и кто-то на французском в других школах. А я бы еще попросила, чтобы наше министерство образования ввело еще и испанский. Дело в том, что знание иностранных языков, это укрепляет культурную базу государства, нации. Это я вам точно говорю, потому что мне уже пора готовиться на тот свет. Мне, слава богу, 70 лет. Я родилась в 54-м году. Прожила, вообще оглянуться не успела. И вы знаете, с пятого класса помню фон Гёте. Ну, в общем, знаете, когда ты знаешь язык хотя бы со словарем, но читать литературу, английские сказки в подлиннике прелесть, немецкие стихи прелесть, французские стихи прелесть. Светлана Федоровна, вот те, кто читал в подлиннике Александра Дюма, три мушкетера плюются и говорят полное Г по сравнению с русским переводом. Читать невозможно, скучно. А вот с этой прозой, да, с этим я согласна. Это так получается. Светлана Федоровна, ну вот смотрите, я же тоже вот не против, чтобы все в подлиннике, ну никто в подлиннике-то не будет читать. Да дело не в этом. Вот понимаете, основную массу людей, детей мы насилуем этим и программируем на побег из страны. Вот понимаешь, вот дело в том, что помните, в нашу молодость появился Рафаэль, прелестный певец. Мы все с ума сошли, я быстренько в Москву, это был в апрелевке завод, где нам пластинки присылали. И мы за два месяца... Вы представляете, что это значит? Только вот единственное делать классы, где по желанию. Кто-то идет во французский, кто-то в испанский, кто-то в английский. И тем паче, что вся академическая, медицинская литература во всем мире всегда на английском языке. Светлана Федоровна! Да! Этой литературой подлинники в лучшем случае может воспользоваться 1, 2, 3 процента от населения. Зачем остальные 97 процентов насиловать вот этим и тратить триллионы, даже в совокупности долларов, а не рублей, на втюхивание этого? Я главное-то о чем хочу сказать вам, дорогой Иннокентий? Вот крестный ход мы совершаем ежегодно в память трагическую царство. Сколько народу из-за границы! Вечер добрый, братушки! Там сербы ко мне сразу с распростертыми объятиями. Скажешь по-испански что-то! И испанцы находятся, которые приехали пройти с нами... Светлана Федоровна, вот для таких энтузиастов, которые горят вот этим, конечно, обязательно должны присутствовать классы. И понимаете, вот люди, которым очень хочется выучить иностранный язык, может, у них нет генетических способностей к этому интеллектуально, но очень хочется. Они через труд будут делать. Генетически способные, интеллектуально способные тоже будут легко усваивать этот язык. Но зачем насиловать-то все 100 процентов? Вы одна такая, Светлана Федоровна, приходите на крестный ход и на испанском с людьми разговаривать. Третья школа Нижнего Тагила. Еще не забывайте, что до шести лет дети как боги космоса. Вы знаете, почему это у нас все дворянская литература? Знали по три-четыре языка малыши пятилетние дворянские. И наши малыши тоже все это ведают, потому что это от Бога талант. А дальше самые умные на Земле это собаки. По-английски понимаем. Светлана Федоровна, нам сейчас надо на новости будет отключаться. Ваша вот такой... Ну, извините меня. Вы, конечно, большой молодец. Вот так вдохновенно. У меня чувство эфирии вот от этой литературы. Я просто вас обожаю. Но, тем не менее, я вот не готов с вами согласиться. И, кстати, вот пока есть несколько секунд. Вот следующий эфир перед первым сентября. Если ничего сверхъестественного не случится, надо вот по поводу того, что а надо ли нам изучать великую русскую литературу? Вот понимаете, вот без всякого юмора, я ее знаю, я всю ее прочитал, мне кажется, она учит ненавидеть и презирать свою родную страну. Светлана Федоровна, мы никогда не думали. Вот в Англии и в США вот избегают таких. То есть они не против, чтобы люди читали Хемингуэя. Но вот они вот больше приключений, а любви к своей стране. Светлана Федоровна, спасибо большое. Мы вынуждены отключиться на новости. Да, Шеремет рулит, говорит и показывает. И вот вынужден спорить и ругаться, миленькие мои. Я всего лишь хотел доброжелательно обсудить инициативу депутата Госдумы Хамзаева о том, чтобы сделать английский и другие иностранные языки необязательными к изучению в средней школе. Чтобы они были, чтобы обязательно были языки, но не обязательно детей туда загоняли. Ну вот смотрите, Англия и США, которые вот по-прежнему правят миры, их очень сильно теснит Китай. И скоро, ну это сбитые летчики, что США, что Англия, по целому ряду причин. Это сбитые летчики. И скоро Китай вернет себе статус величайшей державы мира, которой он был на протяжении двух-трех тысяч лет. Величайшей экономики, величайшей державы мира. Очень миролюбивые, кстати, страны. В отличие от Англии и США, они по всему миру не ездили и не захватывали все страны, какие только есть в этой жизни. Вот смотрите, в Англии и США, они, условно говоря, процветают. В лучшем случае, там, ну в пятом, ну в шестом, ну в седьмом, ну может в восьмом классе они поизучают какой-то иностранный язык из-под палки. Это абсолютно не обязательно. Зачем? А зачем им изучать? Ну кто-то скажет, а весь мир говорит на английском. Нифига. Вот мой собеседник Хамзаевым мы уже поговорили в эфире. Мой собеседник, поэт и педагог Андрей Санников заявил, оказывается, что самый распространенный в мире язык, оказывается, не английский, не китайский. Нет, китайский. Давайте я быстро перечислю. А испанский? Китайский, испанский, английский, хинди. А русский язык на каком месте? Девятое место, 155 миллионов. Ну вот на самом деле, вот смотрите. Больше, чем на русском. Потому что языки все страны мира говорят. Ну, русских же миллионы и миллионы за границей. Вот, я уж не говорю, что до недавнего времени... Иннокентий, дорогой, ну вот это первый шаг. В 21 государстве недавно говорили на русском языке. Чуть ли не был не государственный язык. Я думаю, сейчас везде. После ДНР и ЛНР, как вошли в состав России, таких стран 19. Плюс 2, 3 или не знаю, с учетом Израиля, 5, 6, 7 миллионов чисто русских людей, которые прекрасно знают русский язык. Населяют планету. Дайте я вот изложу. Потому что я тоже против обязательного изучения иностранных языков. Не только английского, немецкого. Я за то, чтобы не насиловать этим языком вот десятки миллионов детей и сотни миллионов в оконечности. А алгеброй можно их насиловать? Вот скажи мне, тебе беном Ньютона пригодился? Нет. Я нет. Я против. Короче, наши дети на сегодня изнасилованы. Я вот при советской власти, Андрей Юрьевич, получал образование среднее и частично высшее. Это шок был. У нас один или два раза в неделю было 6 уроков. Это ужас был. Блин, сейчас с учетом субботы и воскресенья по 8, 9, 10 уроков. Куда это нафиг надо? И вот если мы английский уберем и оставим только для детей-энтузиастов, которым душа горит, которым хочется, у которых, может, есть способности к этому, будет здорово. Вот смотрите, я вам простой пример приведу. Вот когда мы изобретали атомную бомбу в середине 40-х годов. Вот что, вот все эти ученые знали? Вот эти иностранные немецкие и английские языки, что ли? Они пользуются арабскими цифрами. Ну как так? Это есть замечательный анекдот, когда один еврей... У нас серьезный с тобой, Андрей Юрьевич, разговоры. Один еврей другому... Неподными методами. Другому еврею пишет сумму, которую он должен. Говорит, ничего, что я арабскими? Ничего, ничего. Не надо передергивать, у нас серьезные разговоры. Это вот нехороший довод. А смотрите, Гагарина запускали. Нет, какой Гагарин? Через 12 лет после победы над фашистом у нас полетел спутник. Мы очень активно использовали ракетные разработки Третьего рейха. Да, верно. Фашистской Германии. Вся документация, которую наши разведчики и войска захватили, была на немецком. Что, все ракетчики, что ли, знали идеально немецкий? Да вообще нифига не знали они его. Вот. Атомная бомба, как делалось? Первые образцы, опять же, советские разведчики, которые прекрасно знали английский язык, выкрали американцев. И что, вот все знали, в том числе и Курчатов, английский язык? Вся документация была на английском. Да нифига! Подавляющее большинство ничего этого не знало. Были прекрасные переводчики. Я не знаю сколько, сто, тысячи, которые прекрасно делали переводы с иностранного языка. Специалисты, которые во всем этом разбирались, они говорили, не надо весь массив переводить. Вот сейчас, не надо все 100 тысяч 500 миллионов статей по медицине, по математике, по астрономии, по физике, там по программированию, не надо их все перевозти. Вот специалисты говорят, вот, вот эти 10, 20, 30 статей, вот они классные, базовые, переведите их идеально. Размножьте за счет государства, а не каких-то фирм, среди всех спецов, чтобы они, вот, Котча Наш знали эти научные статьи. Вот о чем речь идет. Я считаю, что в нашей стране вот тысячи, ну, 10 тысяч специалистов, с учетом того, что, ну, надо же там в Латинской Америке, например, помочь партизанским отрядам прийти к власти. Почему нет? Надо же обездоленным неграм, арабам и индусам в Великобритании тоже вот это цисгерднерное, гетеросексуальных, вот этих расистов белых отодвинуть от власти. Надо помочь? Надо помочь. Поэтому надо, кто-то должен возглавлять партизанские отряды, кто-то должен переводить великие сокровищницы литературы в виде, например, там, ну, как это, смертельный или кровавый кулак перевозти, Рэмбо 2, Рэмбо 3, кто-то же должен это переводить. Ну, я с юмором, Джан Роулинг, кто-то же должен переводить. Говорят, что на русском Гарри Поттер лучше. Ну, это тут и есть спецы, которые утверждают, что нифига. Но, как бы, соглашусь. Ну, вот, говорят, любимый наш Карлсон на шведском, ну, достаточно, так, заурядно. Вообще фигура не чемпатичная. Поэтому во всем мире их никто не читает, никто не знает Карлсона, малыша и проплюшки. А на русском так перевели, что вот лучше всех знают. Короче, я вот так считаю, что мы насилуем наших детей с чудовищным количеством информации. Вот смотрите, я вот, когда начал изучать иностранный язык, там, я не помню, в пятом классе, мне очень хотелось. Ну, я быстро сдулся, я понял, не мое. А вот мои дети, мое, они великолепно знают этот иностранный язык. Вот. Но они подчерпнули его не в школе. В школе их даже толком, господи. Репетиторы. Ну, тетя. Ну, она выступала в роли репетитора, да. Человек заканчивал романы «Германский факультет» на МГУ. Вот. Ну, вот она их Монгомена научила, у нее способности к этому. А им хотелось, они научились. Кто хотел, тот научился. Дорогой Иннокентий, мы вышли на совершенно другое направление разговора. Речь идет о том, что не чрезмерно ли вот тот объем знаний давать ребенку, который не собирается работать в какой-то... Подавляющее большинство не хочет работать, я не знаю, физиком, теоретиком, и вот эти статьи все штудировать. Объем математики надо сокращать? Вот смотри. Объем химии, объем физики. Вот слушай, вот тут, блин, к такому моменту я против обязательности изучения астрономии. Я маленький, романтический, простенький спецкурс, ну, интегрировать его в физику. Вот без всех этих диких сложностей. Вот смотри, Норвегия нравится тебе страна. Все как бы дрочат на нее, что вот настоящий скандинавский социализм, как бы министр, олигарх. Ну, не все. И владелец, водитель трамвая, и владелец трамвая получают примерно одинаковую зарплату. Ну, кому-то нравится, кому-то не очень. Вот большие налоги, там все уравнено. А ты знаешь, чем они занимаются? Они, по-моему, то ли 11, то ли 12 лет учат. Они знают, чем занимаются в последних классах? Вот точно русский, вот английский, возможно, учат. Знаешь, чем они занимаются? Ну-ка. Таблицу умножения разучивают. У них нет физики в Норвегии, у них нет химии, у них нет алгебры, у них нет геометрии, биологии, не знаю. Давным-давно. У них есть арифметика, у них очень много уделяют спорту, очень спортивная нация, здоровая. А учат домоводству, например, как оплачивать. Обязательно. Вот. Вот. Обязательно, чтобы, знаете, в руках вот у наших детей, вот уже это уже второе поколение, извиняюсь, мухи сексом занимаются. Понимаете, ничего руками делать не умеют. И мы все уже разучились руками. Что-то рукастых мужиков совсем уже не осталось. Понимаете? Вот они учат, у них все хорошо. Ну, как все хорошо? Условно, науку они не двигают никуда от слова совсем. К скультуру у них тоже очень грустно. У них хорошие спортсмены. У них много нефти и газа, но нефть и газ им добывают русские, украинцы, азербайджанцы, арабы, негры, еще кого-то. Кого надо привезут, они им дырку пробурят, в том числе и в морском дне, и газ нефтью добуют и продадут. А все денежки им отдадут. Вот тут спорный момент. Понимаешь, мы не Норвегия. Да, нам надо летать самим в космос. Пиндосы за нас в космос не полетят. Нам надо делать атомоходы. И ледовитые, и подводные. Нам надо делать суперракеты. Нам нужны, безусловно, умные дети. Но ты же понимаешь, что подавляющее большинство школьников ни в состоянии, ни интеллектуально, ни физически, ни генетически двигать вперед науку. А вот насиловать их всем этим, чтобы голова дымилась по 10 уроков в день. У Султана-то совершенно иное. У него как бы вот из таких форсированных патриотических чувств, полагается, не надо учить английский. Нет, нет, нет. Он частично да. Ну вот смотри, англичане, еще раз говорю, и американцы. Ну вот американцы в последнее время стали учить иностранный язык испанцы. Зачем им учить иностранный язык, если на их языке... У них половина населения скоро будут мексиканцы. Ну как-то ведь надо объясняться. Вот они их завезли, чтобы они делали за них черную работу. Вот еще 50 лет назад белые американцы, англосаксы, потомки английских, итальянских, немецких эмигрантов, двигали свою ногу. Все, они ничего не двигают. Они жиреют, смотрят и играют в баскетбол, ну черные играют в баскетбол, жрут свои бигмаки, они их делают, и печатают доллары. Все, нихрена. Они в высших учебных заведениях там, ну юристами хотят быть, как наши, ну экономистами. Ну там пляски какие-то индийские или негритянские разучивают и платят за это 150-200 тысяч долларов за обучение в высшем вузе. Ну куда это, зачем? Для них вот головастые кто? Раньше вот русские были. Потом, ну сейчас индусы, корейцы, китайцы. Вот, ну немножко еще русские. Вот для них науку они делают. А вы помните, как было устроено образование в царской России? Были училища, сначала два, потом четыре класса. Были реальные училища, где человек получал специализацию, подготавливающую его к будущей технической специальности. И были гимназии, где получали гуманитарное образование. Ну, к сожалению, гимназии были до дворянства или до зажиточного купечества. Их было очень много гимназий. Что-то там такое. Я вообще против, чтобы дети 11 лет учились. У нас стремятся к 100% получению высшего образования. Блин, все физиологи, все ботаники, биологи уже доказано. В любой нации, в том числе и в русской, там, американской, итальянской, китайской, только 14% населения способны интеллектуально и, ну, как бы генетически получать полноценно высшее образование. Остальные нет. Ну, зачем вот это, вот, пичкать этих детей? Мне кажется, чтобы, надо, чтобы они базовые какие-то... Вы знаете, нам что скажут? Геббельс говорил то же самое. Русские должны уметь складывать до 100, вычитать, а умножать уже не надо. Я это знаю. Я это знаю. Да. То есть Геббельс и Гитлер 2-3 класса для русских. Вот так вот. 2-3 класса. Функционально. Читать, чтобы могли, писать, ну, расписываться, чтобы могли и чтобы считать могли. Все. Больше этого достаточно, быть батараками, рабами. Ну, зачем батараку и рабами? Мы же говорим, что советское образование было наилучшим в этой всю историю. Но оно было сложнее же нынешнего. А уроков было меньше. А вот этого я не понимаю. А вот как? А вот уроков больше, а дети глупее. Ну, может, не глупее, они, может, умные, но интеллект у них развит намного меньше, чем у советского свертника. Даже у шпаны. Ну, корбит они не догадаются поджечь. Ну, они много чего, они и с пугачами не бегают. Они, извиняюсь, вот сидят и дрючат вот эти телефоны с утра до ночи. Что, хорошо, что ли? В общем, вот так, смотрите, ребят. Я считаю, что умненькие дети, вот, или энтузиасты, которые... Им надо создать все условия, чтобы в школе обязательно были преподаватели иностранного языка. Вот. Но, вот, а еще, смотрите, вот, ну, не смешно ли было в 45-м, 46-м, 47-м году? Вот у нас учили немецкий язык до войны. В основном. Да. Вот. А не смешно после 45-го, 46-го, 47-го учить немецкий язык по-прежнему? Это что, высокомерие, да, такое у нас должно быть? Нет, ну, все, нация сдута, она убита. Она все, она уже не взлетит никогда. Правда, немцы, и англичане, они с американцами приложили колоссальные усилия, и, наверное, правильно их сделали, наказали, приземлили. Че, ну, че, ну, че, кто сейчас, и немцы. Стали перестраиваться на английский. Ребят, Китай возвращается, тем более он ускореннейшим образом возвращается после событий февраля 22-го года. Китай становится и для России, и для всего мира величайшей державой мира. Там вот сейчас какие-то споры, там, а у кого ВВП, ребят? ВВП у американцев как делают? Вот у китайцев, чтобы вылечить болезнь достаточно сложную, ну, или бесплатно, или 5-10 долларов это стоит, в пересчете на юаня. У американцев 100-200 тысяч долларов, и то не факт, что вылечат. Они, чтобы забить себе ВВП, они теперь просчитают доход нелегальных торговцев наркотиками. Они сейчас легально торгуют. Проституцию. Вот, проституцию, нелегальных торговцев оружием. Они тоже в ВВП включают все это. Оборот же денег есть нелегальный, они это считают, и в Англии считают, и в Европе считают. И за счет этого не держатся. Китай вернулся, тем более для нас, на многие десятилетия, вот тем более для России. Потому что война с западным миром не в рамках СВО, а и горячая, холодная, она продолжится, ничего не изменится. Географию не изменится. Что, ребят, обязательное учение китайского языка? Да вы что, блин? Ну, это просто невозможно. Но есть куча энтузиастов, которым это интересно. Есть куча детей, которые захотят это сделать. Понимаете? Китай вернулся. Я читал какие-то вещи во времена Петра Первого. Вот у нас была Великая Сибирь. Столица находилась практически на Урале в городе Тобольске. Вот из Тобольска, маленького прекрасного города, управляли всей Сибирью. Всей Сибирью и Дальним Востоком. И Уралом. И Уралом. Вот. Это гигантская была область, которой правили. Один маленький караван раз в два года из Китая с китайским товаром давал прибыли русской казне во времена Петра Первого в два-три раза больше, чем давала вся Сибирь. Со всей пушниной. А пушнина, извиняюсь, в то время была... Валюта. Нынешней, не валютой, нынешней нефтью и газом. Да. Ребят, ну вот так, Китай вернуться. Что, хотите обязательно китайский? Учим китайский. Я не против. У нас есть нормальные преподаватели на китайский? Нет. У нас есть нормальные преподаватели... Вот у нас придумали недавно второй язык обязательный сделать. Какой хош выбирать? Французский, немецкий, китайский. Вы что, сбрендели, что ли? Вот карго-культ, как на Украине. Я был поражен. Сейчас я скажу про свою историческую родину. Преподаватели у нас сколько денежек получают? Где? В нашей средней школе, в нашем высшем образовании. Копейки. На них повесили чудовищное количество... Согласен. ...каких-то бюрократических отчетов. Люди бегут оттуда. Все бегут. Уже нет. Да чего нет-то? Все сбежали. Уже нет. Да что за фантазии? Да не знаю, я не знаю таких. Вот все, кого узнаю или хотят... Я вот когда уверен, что мужчины в школу возвращаются, я пойму, что ситуация исправляется. Кое-где мужчины вернулись в школу. Ну, в качестве трудовиков. И вы... Это НВП, или как оно правильно называется. Вот. Нет-нет-нет. Мало мужиков. Я не по мужуков. Короче. Да кто пойдет нормальный преподавать английский язык? При первой возможности сбежит. Потому что владея английским языком, можно больше заработать деньги. Не все деньги мира, но больше, чем учителям. Толком учить не могут уже ничему. Ну, какая, извиняюсь, жопу, это тригонометрия, черчения сейчас собираются. Е-па-расоте. Я за. Я здорово рисовал, здорово чертил. Всем моим одноклассникам это сильно пригодилось, потому что большинство поступили в политехнический институт. Это при советской власти было. Сейчас в политех идут, чтобы изучать там, извиняюсь, латынь, экономику, юриспруденцию. Потом выходит ни хрена ничего не знает. Ничего не умеют. Устраиваются в обман конторы, чтобы стариков обманывать. Или сидят там за 15-20 тысяч клерками в банках, чтобы стариков обманывать, навязать им какой-нибудь кредит или страховку по кредиту. Вот, безобразие какое, выпускники высших учебных заведений, вот английский учили. Ребят, что-то вот надо сильно пересматривать. И вот я вам серьезно говорю. Надо смириться с тем, что дураков много, да? Вот так? Или мы будем все-таки надеяться на то, что нам удастся генофонд улучшить? А мы улучшаем, у нас только хуже. Вот мы оставим... У нас только хуже, у нас реформы. Последние 35 лет образования идут безостановочно. Мы только глупее становимся. Вот смотри, условно говорю, были суперспециалисты по иностранным языкам в 30-е, 40-е, 50-е годы? Да. Со времен царя осталось. Очень много сбежало за границу. Кто-то, ну, естественно, уже умер. Кого-то расстреляли. Вот. Но были. Но подавляющее большинство не знали этих иностранных языков. Их знали несколько спецов, которым переводили статьи. Я понимаю, о чем вы говорите. И разведчики знали. Я понимаю, о чем вы говорите. Смотри, ПВП у нас в 30-е годы рос на 30. 35% в год. Это мировые рекорды до сих пор даже китайцами не побитые. Мы в кратчайшие сроки придумали ракеты и полетели в космос. Да, мы оттолкнулись от немцев. А потом уже отталкиваться не от чего были. Сами изобретали. Оттолкнулись от американцев в атомные бомбы. Скорейшим образом создали, чтобы они нас не забомбили. Потом уже сами все изобретали. И водородные, и термоядерные. Какие хочешь бомбы. Не знали иностранных языков. Необходимую информацию им передавали. Они не насиловали свои мозги. Излишняя информация не сосредотачивается на нужном. В математике, физике, в каких-то теоретических вещах. А что сейчас? Послушайте, мой дорогой. Вот смотри, вот сейчас в правительстве нашем блестяще образованные люди. Вот без всякого юмора говорю. Наверняка знают один-два языка. И что? У нас ВВП растет там по 30% в год. Да, они сделали невероятно невозможные вещи. После начала ВВП. Вот эти умненькие люди, которых было принято презирать и обсмеивать. СВО, да. До СВО. Они невероятные вещи, в отличие от наших генералов, сделали. У нас все процветает. У нас все как раньше, даже лучше в экономике работает. Ну и что? Ну и что? А где рекорды по 30%? Почему мы не главная экономика мира до сих пор, если они все такие умненькие? Сталинские министры не знали никаких иностранных языков. У них вообще практически не было образования. Но в подавляющем большинстве были это невероятно энергичные, харизматичные люди, которые умели заниматься самообразованием, как тот же Сталин. Это был высокообразованный человек, хотя у него там смешное образование было. В силу того, что он... У нас как-то сформулирована цель школьного образования. Вот раньше ты должен быть строителем коммунизма, максимально развитым духовным человеком. Да, я забыл, как кто, то ли вице-премьер, то ли министр образования сказал, нам не нужны какие-то ультра-специалисты, нам нужны грамотные потребители. Все. Я помню эту фразу. Да, министров того уже давно нет. И нынешние министры боятся этого делать. Но мы делаем потребителей из них. Ну что, мы даже... Мы, нет, мы делаем свои смартфоны, но они почему-то не продаются. Хотя они, в принципе, уже не плохие. Ну что мы сделали-то такого? Вот нас пичкают этими знаниями, вот эта алгебра, геометрия. А мы ничего не можем сделать. Придумывают китайцы и индусы, которые находятся в Америке, а за них делают китайцы и индусы, которые находятся в своей стране. Вот и все. А мы все что-то учим, учим, а все хуже и хуже. Мы все умрем. Вот. Ракеты. Мы пользуемся разработками, которые делали, по сути, безграмотные, не знающие английского языка. Вот люди. 50-60... Это вам кто рассказал, мой дорогой? Кто-то рассказал вам, что они не знали языков и что они были безграмотные? Я преувеличиваю. Ну, конечно. Конечно, они были грамотные. А насчет языков, ну, они слабенько их знали. Они не очень хорошо знали. Вот хорошо. Попробуем составить список предметов, дисциплин, которые надо урезать, без которых человек сможет правильно жить. Вот правильно жить. Я не имею в виду, что кое-как перебиваться. Тригонометрия нужна? Не для ста процентов. Русская литература вот в том виде, от слова о полку до, прости господи, Солженицына, нужна? Нет. Я говорю, русская литература, к сожалению, вот эта следующая тема, которую мы, возможно, с тобой поспорим, она учит ненавидеть, перезирать свою страну. Вот разделы оптики, такие как, например, в физике, да, вот оптика нужна? Слушай, вот когда я учился, мне это дико нравилось. Аналогично. Аналогично. Телескоп сам собирал, в небо смотрел. Ну, да. А все смотрели? Твои одноклассники. Все. Все. Иннокентий. А вот сейчас они вот сюда смотрят. Вот понимаешь, в этот волшебный пейджер. Она выдавала нам ключ от чердака, мы смотрели. А вот они сейчас в коробочку в эту смотрят волшебную, которую китайцы собрали. Которые ни хрена никакого английского не знают. Вот. Они ее собрали, сделали. И свои коробочки они намного уже лучше, интереснее делают, чем айфон. Вот понимаешь? Вот в чем вся штука. Тут, понимаешь, все очень сложно. Я не за то, чтобы не учи плодить. Нет. Но, блин, мы насилуем детей. У них мозг отключается. Они не в состоянии усваивать. Тем более вот эта дрессура с этим ЕГЭ последние два года. И как собак каких-то. Или даже собака там еще, она поддается дрессуре. А кот нет. Вот как котов дрессирует. И вот эти баллы, 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 блин. Каких-то бухгалтеров там вот эти. Нажал туда, сюда, блин. Господи, это ж не знание. Это все ерунда. Короче, я... Это дрессура, да, согласен. За то, чтобы учили английский, немецкий, французский. В первую очередь, китайский нам нужно учить, ребят. Чтобы понимать их менталитеты и все их разработки. Но, блин, ну не обязательно для всех. Все, к сожалению, время наше закончилось. А мне нравятся нежные кумипермятские языки. Я на нем немножко умею говорить. А я против. Обязательно изучение кумипермятского языка. Спасибо за внимание. Пока. Спасибо вам всем. Шеремет рулит. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.